Мы играем за отряд из трёх человек, но начинаем только с одного бойца, которого предлагается выбрать в самом начале игры. Нашей задачей является охрана бункера с весьма ухоженными газончиками вокруг. Из-за экрана прёт какая-то нечисть, подлежащая немедленному уничтожению. Преимуществом управления игры является самонаведение на цель, чего так не хватало в Айдратуле, но что так любили читеры различных модификаций Квейка. Теперь всё легализовано. Мочи гадов на здоровье и береги свою задницу от ядовитых укусов. В конце каждой волны на поле выводится ещё один солдат, и игра принимает более динамичный характер с морем крови и кусков протоплазмы, превращающий газон в настоящее месиво инопланетного плацдарма. Если твари пробираются к базе, они начинают вгрызаться в железобетонные стены конструкций. Индикатор здоровья станции отображается зелёной полоской. При наличии достаточного количества денег, базу можно чинить или же спускать средства на апгрейд оружия. Сейчас я играю за автоматчика и человека с базукой. Автоматчик может стрелять на дальней дистанции, но его ударная сила уступает перед единственным выстрелом напарника. Тот одним своим желанием может уложить четыре монстра, но зато будет долго перезаряжаться. Добро пожаловать в мир, зимы! Надя!